Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Сегодня я подготовил вам несколько сигналов для входа в прибыльные сделки. Кто меня смотрит впервые, переходите по ссылке на мой канал, ссылочка будет в описании. Там я еще больше даю сигналов на прибыльные сделки. Итак, давайте посмотрим, что нам готовит рынок на этой неделе. Евро-доллар пробил или, скажем так, сделал ложные пробои линии поддержки мощной. И сейчас, вот на такой неопределенной консолидации, для краткосрочных скальперов могу порекомендовать вот такую сделочку. То есть, рынок, если пойдет у нас вверх, то в районе цены 1.09.11 можем ожидать разворот цены вниз от линии сопротивления. Далее, по британскому фунту к франку. Значит, была пробита линия сопротивления. Сейчас цена, как видим, движется вниз потихонечку. Значит, если продолжим движение вниз, то можем рассчитывать на отбой от уровня в районе цены 1.22.30. Здесь можно сделать ордер на покупку. Канадец франк тоже находится в такой неопределенной консолидации, но может пойти сейчас вниз к линии поддержки, да, к зеркальной линии поддержки. Вот, откуда можно ожидать разворот вверх. Значит, это у нас цена на текущий момент 0.74.38. Но надо учитывать, что если все-таки она пробьет еще пониже, здесь есть еще одна линия поддержки, около которой можно тоже, например, усредниться 0.74.27 уровень. Я обычно в таких моментах, когда не очень определенная ситуация, я дроблю, например, объем на две части. Сначала захожу первой половиной объема, потом захожу второй, если все-таки был ложный пробой. То есть, если у нас есть, да, еще одна дополнительная поддержка, можно здесь еще раз усредниться. Просто так усредняться не рекомендую, потому что это повышает риски. Но если у нас есть серьезные основания, да, еще какая-то линия поддержки, то около нее, да, можно усредниться на покупку. Ну и австралийский доллар, давайте посмотрим. Была пробита линия поддержки, сейчас вроде как начинается коррекция. Значит, если она продолжится, то можно рассчитывать на отбитие от уровня в районе цены 0.73.84. Вот такая вот хорошая зеркальная линия сопротивления. Всем рекомендую к ней присмотреться. Еще больше сигналов смотрите на моем канале. Давайте сейчас глянем экономический календарь. Ну, сегодня более-менее спокойный день, день спокойный, понедельник, да, Пасхи во многих странах. Но могу сказать, что и вся неделя, в принципе, спокойная. Единственное, что вот в среду у нас процентная ставка китайского банка. Вот, и затем, ну вот есть выступление в четверг, выступление главы ФРС, на которое можно обратить внимание, это будет вечером. Есть еще такая тенденция, я замечаю иногда, что когда мало новостей волатильных, то рынок как бы в поиске необходимости и волатильности начинает эту волатильность сливать на какие-то другие новости, которые, казалось бы, не очень значительные в обычной ситуации, когда есть другие, более важные новости. Вот, и они могут вот эту волатильность, скажем так, увеличить, когда не совсем уж и важная новость. Например, выступление главы ФРС, например. Или вот число первичных заявок на получение посуды по безработице. Вот, будет в США в четверг 17.30. Вот, и значения тут не особо разнятся, да. Новость вроде небольшая, но бывает вот на такие новости приходится сильные движения. Неожиданно. И происходит это потому, что именно вот эта вот тяга к увеличению волатильности, она как бы накапливается, накапливается и потом в какую-то незначительную порой новость стреляет. Вот, имейте это в виду. Вот такие вот сигналы на эту неделю. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.